Я очень мечтала о брате и сейчас мечтаю, чтобы он был. Мама рассказывала, что Руслан тоже хотел брата или сестренку. Я думаю, мы с ним очень хорошо поладили, сдружились. Но не суждено. Надя родилась через год после смерти брата. Его забрала атомная подлодка «Курск». 118 человек. Среди них три волокжанина. Матрос 9-го отсека Илья Налетов, механик 3-го отсека Дмитрий Катков. И Руслан. Триумный машинист 3-го отсека. Атомная подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке. Погибли все 118 человек. Члены экипажа и представители командования Северного флота. О смерти сына Валентина Николаевна узнала спустя два дня по радио. Долго звонила в часть, сомнения были. Ведь Руслан не служил на Курске, но именно на этой подлодке его отправили в последний поход. Он последнее письмо писал 6 августа, сказал, мама, идем 10 августа, идем. Последний поход, вот это, после этого мне это слово не нравится. Последний поход и домой. Уже готовился, готовил форму дембельскую. И они должны были, ну вот, поход сходить на три дня. А дальше были планы после армии поступить в высшую школу милиции. У 20-летнего Руслана были все необходимые качества, говорит мама. Ответственный, не по годам серьезный, но для друзей просто хороший парень. Вообще классный человек, как бы, ну, очень жалко. Ну, наверное, Бог собирает лучших. Как бы, очень приятно вообще вспомнить об этом человеке всегда. Ну, и как бы, до сих пор, ну, он как бы живет в наших сердцах. Каждый год в Металлургическом колледже, где учился Руслан Тряничев, проходит митинг памяти. Сегодня на нем по традиции были студенты, родственники Руслана, представители городских властей. Забыть мальчишку, погибшего вместе с Курском, нельзя. И в подтверждении этому слова на надгробии. Спасти тебя никто не смог. Ушел из жизни очень рано. О светлом образе твоем мы будем помнить постоянно. Вера Гучеренко, Егор Плюснин, Новости.